Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. В вопросах охраны труда не бывает мелочей. День охраны труда. Вечером ложимся отдыхать и уже, конечно, ребенок мечтает, а скорее вернуться в сад. В детском саду Мишутка благоустроены игровые площадки. В соревновании 9-го межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель-водник». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». По концерну в работе 26 энергоблоков, отклонений в работе за прошедшую неделю в работе энергоблоков не было. Суммарная мощность 21 526 мегаватт, суммарная выработка 11836 миллионов киловатт-часов, что выше плановых значений. О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В сети два энергоблока с фактической нагрузкой 1992 мегаватта, третий блок – средний ремонт с частичной заменой каналов и продлением срока эксплуатации. Замечаний по действующим блокам нет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выработка электроэнергии с начала июля составила 1 миллиард 109 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 45 миллионов. С начала года выработано 11,3 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 575 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС прошел День охраны труда по теме «Нарядно-допускная система производства работ», «Электробезопасность», «Работы на высоте». Сегодня подводили итоги по проведенному мероприятиям по Дню охраны труда за июль месяц. Доводил информацию, которая была получена по линии инспекционного контроля. Сейчас на атомной станции проводится большой объем ремонтных работ, проводятся работы с применением подмастей, лесов. Поэтому необходимо обращать внимание на выполнение требований безопасности при организации работ на высоте. Это и работа вблизи вскрытых проемов, идет перемещение оборудования, идет монтаж оборудования. И электробезопасность. У нас идет большая работа по демонтажу электрооборудования, по модернизации электрооборудования. Очень динамично проходит переключение электрооборудования, состояние включено-отключено, меняется. И контроль до начала работы, отсутствие напряжения, он обязателен. Вся информация, которую мы получаем по линии информационного обмена о случаях травмирования, она нами анализируется, доводится до нашего персонала для того, чтобы учесть в своей работе и не повторить тех ошибок, которые были допущены при тех случаях травмирования персонала, информацию о которых мы имеем. Внесены изменения в график обхода в рамках дня охраны труда. И теперь ежемесячно руководители, заместители директора, заместители главного инженера будут участвовать в обходах третьей ступени ежемесячно и не только в своих подчиненных подразделениях, а также в смежных подразделениях для того, чтобы повысить эффективность контроля за состоянием охраны труда и, наверное, иметь более объективную картину о состоянии охраны труда на Смоленской АЭС. В вопросах охраны труда не бывает мелочей. Поэтому выполнение требований охраны труда, будь то подготовка рабочего места, будь то организация дополнительного освещения, страховки при организации безопасности рабочего места, при проведении работ, работать только с тех приспособлений, которые прописаны в технологической документации на ремонт, не использовать какие-то случайные подставки, подласти, приспособления. Рисков травмирования на самом деле достаточно много. Надо помнить, что последним рубежом по предотвращению травмирования является работник. Несмотря на то, что будут выполнены все технические мероприятия по подготовке рабочего места, все существующие организационные мероприятия, работник, выполняя дисциплинированно и качественно выполняя свою работу, также влияет и обеспечивает свою безопасность. За безопасность отвечает каждый. Весомая поддержка Смоленск АЭС и концерна Росэнергоатом во взаимодействии с администрацией Десногорска чувствуется во всех сферах социальной жизни города. Ни одна из возникающих проблем не остается без внимания атомщиков, тем более, когда дело касается малышей, их комфорта и безопасности. В 2018 году продолжается благоустройство детских садов. Замечательным подарком воспитанникам Мишутки стали новые прогулочные площадки с игровыми и спортивными комплексами. На средства, выделенные концерном Росатом, в нашем детском саду были заменены все уличные игровые формы. В частности, 43 малых формы – это качели, карусели, песочницы, домики, горки, 13 игровых комплексов больших и 5 спортивных форм. Для безопасности детей на пяти прогулочных участках под игровыми формами уложено резиновое покрытие. Все игровое оборудование сертифицировано, соответствует современным требованиям, безопасно, экологически чистое. Дети и родители очень довольны, отзывы самые наилучшие. Со словами большой благодарности все обращаются и к нашим дорогим атомщикам, и к концерну Росатом, все благодарят, говорят огромное спасибо за заботу о наших детях. Детский сад Мишутка за последние годы приобрел современный вид. Красивый яркий фасад радует детей и их родителей. Детские площадки стали красочными, уютными, приспособленными для подвижных игр на свежем воздухе. Дети с большим удовольствием утром идут в садик, а родители со спокойствием оставляют их на целый день. Здание, конечно, оно яркое, оно красивое, оно к себе влечет деток. И на фасаде встречает Мишутка с распростертыми объятиями, ждет детей. Ну и, конечно, всю картину портили уже устаревший спортивный инвентарь на прогулках. И было, ну, не любо глазу посмотреть. Но для нас было чем-то восхитительным, когда мы узнали, что еще один подарок нас ждет, и еще одни приключения для детей. Мы все ждали. И, конечно, у детей теперь появились любимые горки, любимые качельки, любимые карусельки. Все это вечером ложимся отдыхать, и уже, конечно, ребенок мечтает, а скорее вернуться в сад. Феноменальный ремонт, очень все красиво, очень все нравится. Детки восторгом выходят играть. Даже вот когда я вызываю детей играть на площадку, они просто одеваются и просто бегут скорее как бы на прогулку. Как бы все очень все нравится, в восторге, потому что как бы тут новый фасад, очень красиво, ярко, красочно. Здесь все, да, новые покрытия очень хорошие, тем более для таких спортсменов, как наши активные дети. Все, всех устраивает. Качели, инвентарь, который очень хороший подался, да. Сейчас у нас везде он используется. Все дети в восторге. Смоленские атомщики много внимания уделяют воспитанию подрастающего поколения с самого раннего возраста. Они уверены, в детских садах Десногорска растет их будущая смена. С 17 по 20 июля в городе Липецк детская сборная команда «Смоленск-АЭС» представляла Смоленскую область в соревнованиях 9-го межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель-водник» среди команд главного управления МЧС по субъектам Российской Федерации Центрального регионального центра в 2018 году. Всего в соревнованиях приняли участие команды из 15 областей Российской Федерации. В результате напряженной борьбы в каждом виде соревновательной программы в личном зачете ребята показали следующие результаты. Емелина Маргарита – 1-е место по гребле на лодках. Зинченко Дарья – 2-е место по гребле на лодках. В командном зачете у наших ребят по гребле на лодках – 2-е место. В комбинированной смешанной эстафете по плаванию – 9-е место. В легкоатлетическом кроссе эстафете – 10-е место. По завязыванию узлов – 13-е место. Поисково-спасательные работы на акватории – 14 место. Конкурсная программа – 7 место. В общекомандном зачете командно-смоленской области заняла 12 место. До 1 августа в Десногорске проходит первый этап областного интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты». В нем могут принять участие все желающие. Необходимо направить в адрес оргкомитета по электронному адресу, который вы видите на экране, заявку, в которую входит заполненная анкета и фоторабота с пометкой «Фотоконкурс». Номинации конкурса «Счастье быть матерью», «Быть отцом – это почетно», «Наши любимые бабушки и дедушки», «Моя семья – мое богатство», «Волонтер» – это звучит гордо. Победители первого этапа в каждой номинации представят Десногорск в финале. Информация для справок по телефону 8-481-53-7-22-42. Подробности о конкурсе на сайте администрации Десногорска в закладке «Объявления». Уважаемые десногорцы, с 28 июля по 5 августа на стадионе акционерного общества «Атомтранс» состоится открытый турнир по теннису на призы «Смоленск АЭС». Главный судья соревнований – Андрей Бубнов. Телефон для справок – 8-905-163-33-77. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленск АЭС». С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе «Смоленск АЭС» в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok